Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся к 13 главе книги Даниила. 13, а затем и 14 глава – два фрагмента, которые не хронологически, не сюжетно, да в общем и даже не содержательно, не связаны, собственно, с книгой Даниила, ни с первой, ни с второй частью. Ну, может быть, разве что отчасти некоторые, так сказать, декорации персидско-вавилонские сближают эти тексты с содержанием книги. С точки зрения самого текста, происхождение которого очень непонятно, вызывает большие вопросы, едва ли текст 13 главы принадлежит автору второй половины, да или первой половины книги Даниила. Однако же кто-то из редакторов, работавших, ну, условно, скажем, вскоре после написания второй половины, где-нибудь там вот в районе рубежа третьего-второго веков Дорожчества Христова, плюс-минус, там, несколько десятилетий, кто-то из этих боговдохновенных редакторов счел нужным прикрепить к свитку с текстами Даниила вот этот самый рассказ. Ну, видимо, по определенным показателям он счел этот рассказ связанным с содержанием книги Даниила. Вот мы можем попробовать понять, а что, собственно, с точки зрения этого составителя сборника сближает эту легенду, этот рассказ такой с первой или второй половины книги Даниила. Собственно, здесь в 13 главе такая вот легенда не то чтобы прямо совсем уникальная, ну, может быть, не хочется называть это легендой, можно назвать это, скажем, детективным сюжетом или поучительным, нравственным сюжетом. Вообще говоря, в течение многих столетий подобные сюжеты, особенно на Востоке, циркулировали, были популярны и в разных формах так или иначе известны. Мы не найдем здесь каких-то прямо особенно исторических маркеров. Пожалуй, только можно сказать, что действие разворачивается среди народа Божьего и, скорее всего, в той иудейской колонии, которая осталась в Вавилоне. Вероятно, он сложился, этот рассказ, именно среди оставшихся после персидского завоевания и освобождения в Вавилоне иудеев. Там осталось довольно много людей. В конце концов, они на очень долго остались крупнейшим культурным, религиозным центром иудейства. И вот здесь разворачиваются события. Некий почтенный муж по имени Аким, у него жена по имени Сусанна, очень красивая девушка из благочестивой семьи, воспитанная по закону Моисееву. И вот в доме этого самого Иоакима синагога, собственно, именно там, в Вавилоне, именно таким образом синагога и возникла. Место, куда собираются иудеи, в дом, в котором собираются иудеи, для того, чтобы помолиться Богу Израилеву, поговорить, подумать, ну и вообще, как такой центр общественной жизни, центр собрания собственной синагогы. Да, вот так она там и возникла. И дальше рассказчик говорит о том, что из народа два старца были поставлены судьями в том году. Ну, потому что во многих разных странах, не только в Персии, но и потом в Риме, в той или иной степени иудеи, хотя бы в некоторых местах, представляли собой такую самоуправляемую общину, которую цари предоставляли самим иудеям решать вопросы своей внутренней жизни. И, ну вот, для этого там они выбирали, каким-то образом поставляли судей, людей, пользующихся авторитетом и до некоторой степени властью, хотя авторитетом больше, чем властью. Ну и вот это для автора этой легенды вовсе не повод для восхищения какими-то такими отеческими преданиями, устройством. Ну, потому что в других местах Библии мы можем с вами увидеть, как с большим одобрением рассказывается о том, что вот каким-то образом есть люди, пользующиеся авторитетом, они становятся в той или иной степени, в той или иной форме лидерами. Здесь говорится наоборот о том, что, ну вот эти вот авторитетные люди вроде как, да, их там судьями поставили, а на самом деле от них только и выходит, что беззаконие, беззаконие. Заметим, что у автора этого рассказа, этой истории, совершенно никакого почтения к судьям, к старейшинам народов, вот старцы, умудренные чем-то, значит, облеченные доверием, тролливали вот этот вот все, пиетет перед властью имущими, не характерно для автора рассказа. Он понимает, что это люди, и, в общем, люди такие же, как все остальные, а местами-то даже и того хуже. Ну и вот они там, значит, увидели Сусанну, да, которая там ведет себя вполне целомудренно, как положено жене того времени, только в сад, в свой, где никого нет, со служанками, вот, ну, чуть ли не в паранже. Все это, так сказать, соблюдается, таковы правила восточные, они и потом были, в общем, такими же до вполне себе недавних времен, ну, и эти самые старцы, судьи были уязвлены похотью. Тоже, на самом деле, поучительная вещь, потому что хоть они и старцы, хоть они и судьи, хоть они и мудрые должны быть, а на самом деле, вот, попадаются таким банальным образом. Ничего, так сказать, не требуется сверхизысканного, чтобы соблазнить этих самых старых, с позволения сказать, мудрецов. Ну и вот они там подглядывают и пристают к Сусане. Здесь, на самом деле, интереснее читать, потому что там очень красочно рассказано, вообще удивительно, как в таком кратком сущности тексте так красочно автор описывает эту историю, что прямо видишь буквально как в кино. Ну и они, значит, приступают к этой Сусане и говорят, что, там, требуют от нее нехорошего, говорят, что если ты не захочешь, то мы на тебя наклевещем, скажем, что ты там, что тебя тут с каким-то молодым человеком застукали. Ну вот такой вот выбор. И то плохо, и это плохо. Выбор искусительный. Собственно, это и называется искушение. Ситуация, когда Сусанна не может сделать правильного выбора. Ну или ей это очень трудно. Потому что в одном случае она, ну вот, собственно, лучше даже ее словами об этом сказать в 22 стихе, застонала Сусанна и сказала, тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Значит, если я соглашусь, я впаду в грех, и для меня это гибель, для меня это смерть. А если я откажусь, ну вы меня оклевещите, и, соответственно, я буду приговорена опять-таки к гибели туда и сюда. Так плохо и так плохо. Так невозможно и так невозможно. Здесь гибель и здесь гибель. Вот как здесь выбирать? На самом деле, вот этот выбор Сусанны тоже очень типичен для иудеев времен второй половины книги Даниила. Для иудеев минус третьего, минус второго веков. Потому что очень и очень часто они стоят перед дилеммой предать Бога Израилева и ассимилироваться в языческом обществе или не предать Бога Израилева. И тогда вообще потерять любой социальный статус и быть изгнанными. Между прочим, буквально культура за культурой, город за городом, век за веком с иудеями происходит вот это. Ну, другой разговор, что автор этого текста, этого рассказа придает проблеме такое еще, скажем, условно-романтическое звучание. Но на самом деле, если от него абстрагироваться, вот такой невозможный выбор. Выбрать грех. Это будет гибель, потому что Бог-то существует, и Он настоящий. И грех, и расплата за грех смерти. Выбрать, сохранить верность закону, и опять это будет путь отвержения людьми, конфликта, гибели и все такого. Вот очень такая типологическая картина, понимаете, которая часто бывает похожа на то, что происходит с иудеями в те времена, когда этот рассказ пишется. Ну, а с женщинами с собой разумеется, тем более прямо в один в один. Но не только. Знаете, очень часто это, скажем, принеси клятву, подпиши договор на какую-нибудь торговую операцию, поклявшись гермесом или еще каким-нибудь там торговым божеством. Но это нарушение заповедей, и это гибельно. Но тогда ты, значит, без контракта остаешься. Не подписывай это, не соглашайся заключать сделку и ударять по рукам именем все того же гермеса. Ну, останешься тогда без средств существования. Вот такой невозможный выбор. Регулярно происходит в те времена, по крайней мере. но одно из самых важных поучительных мест во всей этой истории 23 стих. Сусанна этот выбор делает, и она говорит, лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить перед Господом. Ну, и там дальше будет говориться о том, что Сусанна надеется на помощь Бога, и люди молятся, и она молится, в общем, как бы, это не так, чтобы прямо головой в омут, но очень похоже. Здесь же в 23 стихе речь не идет о том, что она просит Бога помочь, надеется. Вот нету этого ничего, неизвестно, ответит что-то Бог или не ответит, но она выбирает, исходя из собственного взгляда, собственной позиции и говорит, лучше мне не согрешите впасть в ваши руки, чем согрешить перед Господом. гибель неминуемая и без вариантов, если же не согрешить, ну, по крайней мере, в посмертии, ты оказываешься все равно в руках Бога, а не в руках этих отвратительных старых похотливцев, дам, которые числятся элитой и судьями народа Божьего. Ну и вот пример этого выбора, собственно, и составляет суть рассказа. Дальше рассказчик говорит нам о том, что Сусанна закричала, там прибежали люди, ее схватили, эти самые мерзкие старцы доносят, врут, врут. Очень избавляют от иллюзий о социальном устройстве, потому что людям часто кажется, и они часто пытаются убедить друг друга, что чем в шляпе, тем умнее, что чем заметнее и авторитетнее положение в обществе, тем вроде как должны быть люди праведные, а нет. Вот эти судьи поставлены судить народ Божий, а оказались такими, в общем, нехорошими, скажем так. ну и собственно все происходит так, как происходит, их клевета принято за чистую монету, осудили Сусанну на смерть вот за то, что она якобы совершила, чего она сама, ну, нет никаких доказательств, основано обвинение на показаниях этих двух старых развратниках. И вторая половина рассказа собственно о том, что Бог не безразличен к таким вещам. И Бог вмешивается в подобного рода ситуации, когда люди выбирают не согрешить против Бога, вызвав на себя гнев и отторжение и враждебность людей, а не наоборот. Ну, собственно, это и называется выбирать Бога, выбирать сторону Бога. Бог не остается безучастным, поэтому услышал Господь, возбудил святые дух молодого юноши по имени Даниила. Ну, по некоторой случайности, вероятно, или, может быть, по аналогии, по каким-то литературным причинам здесь используется то же самое имя, потому что то, что здесь Даниил молодой человек, исторически могло бы быть связано с первыми главами, но оно никак совершенно не соотносится этот рассказ с контекстом. И вот этот самый юноша Даниил кричит громким голосом «Чист я от крови ее!» О чем идет речь? А речь идет о том, что все общество Израилева оказалось сволочами, потому что вот схватили Сусанну, вот эти самые старцы судьи на нее наклеветали, ну, понятно, что они виноваты в ее гибели, виноваты на самом деле они для начала в том, что они не обуздали свою похоть, что не такая трудная задача, как нам обычно рассказывают, знаете, вот, прям неаскетический подвиг, ничего этого старцы не делают, вместо этого они, сюжет мы уже рассказали, они причина осуждения и смерти Сусанны, но и все, кто принимают это решение, тоже повинны в ее смерти, и те, кто молчат в этот момент, тоже повинны в ее смерти, вот такая круговая порука здесь фигурирует, и это очень важный тоже разговор, еще одна тема, я бы сказал, статус автора, как великого литератора, засвидетельствован тем, что он в коротком рассказе в три страницы поднимает много жизненно важных исторических тем, и вот он говорит о том, что все те, кто молчали, виноваты, и на них кровь этой самой Сусанны, кровь его на нас и на детях наших, будет сказано там два с половиной, три столетия спустя, все виноваты, те, кто просто сидели в заднем ряду у стены, те, кто молча приняли это осуждение, те, кто не пристыдили, не возразили, как это тяжело и неприятно читать, понимаете, виноваты, что мы с вами вольны или невольны сами тоже разделяем вину в огромном количестве преступлений невольными соучастниками, которых мы оказываемся, те, кто были в доме Иоакима, те, кто осуждали, осуждали Сусанну, те, кто слушали обвинения, принимали в этом пусть пассивное участие, но они виноваты, как убийцы, как убийцы, понимаете, вот людям это совершенно не хочется, понимаете, вот не будем ходить далеко, есть простые примеры в нашей жизни, очень тяжело людям дается разговор о преступлениях периода массовых репрессий середины 20 века, потому что, не только потому, что это всем нравится, потому что не хочется разделять кровь, не хочется быть виновным, даже если люди собственно и не являются виновными, или в любую другую эпоху преступления, которые чинятся кем-то, от лица людей, не обязательно на самом деле властью, но преступления, которые мы молча принимаем, думая, что ничего не сделаешь, наш голос не слышен и так далее и тому подобное, это все понятно. Автор вот этого текста, этой главы, 13 главы Даниила считает, что это общая вина. И поэтому Даниил здесь говорит, чист я от крови ее, я не согласен, я не согласен, не от моего имени это будет происходить, я чист от ее крови, я не хочу разделить эту вину подлецов, которые оклеветали Сусанну и подлецов, которые ее осудили, на самом деле, еще раз повторю, и те, и другие подлецы виноваты, больше того, те, кто молчат, тоже в общем виноваты, как ни ужасно это слышать. Ну и дальше там сюжет развивается, Даниилу предлагается сказать подробнее, что он имеет в виду, и вот он говорит, вы что совсем глупые, сыны Израиля, что не исследовав, не узнав истины, осудили дочь Израилевы, ну вы вообще в своем уме проверьте, что значит, молча, они там сказали, эти старцы, жуткие. Да. Насчет старикам, везде у нас почет, тоже с этим надо быть осторожнее, эта история в этом смысле, тоже весьма поучительная. Ну и дальше ему предоставляется возможность провести перекрестный допрос, он их разделяет, спрашивает, где ты видел, где ты видел, как она один говорит, под мастиковым деревом, другой под зеленым дубом, выясняется, что они как это называется, путаются в показаниях и не совпадают их показания, из чего понятно, что они оба клевещут, ну по крайней мере так по сюжету. ну и соответственно, когда все собрание узнало, что вот эти люди, эти старцы оклеветали Сусанну, они все страшно возрадовались, благословили Бога, спасающего, надеющихся на него, ну и соответственно, этих старцев умертвили, потому что они лжесвидетельствовали. Вот, и собрание обрадовалось, что не стало виновным в пролитии невинной крови, ну и там дальше Даниил приобрел авторитет и стал великим перед народом с того дня и потом. Вот такая вот очень поучительная история о выборе, о том, что один человек, в данном случае Сусанна, выбирает сохранить верность Богу и пройти через клевету. Ну, вы ведь понимаете, что это про Христа, на которого клевещут, в большом-большом количестве он сохраняет верность Богу и это путь Креста. Ну и, соответственно, еще одна тема, это вот Даниил, который не хочет быть частью массы. Он перед Богом стоит сам и ответственен перед Богом за свой выбор и этот выбор делает и говорит «Нет, я не хочу, чтобы на мне была ее кровь, и мне недостаточно обвинений старцев и решений каких-то там старейшин, потому что я хочу отвечать перед Богом только за свой нравственный выбор, а за чужой нет». Вот такая на самом деле попытка перестать быть коллективом, избавиться от коллективной ответственности, встать перед Богом самостоятельно. Это то, что действительно осмысляется во всю послепленную эпоху. Продолжение следует...